День воскресный, день чудесный Друзья, всех вас с наступившим 2024 годом И на момент публикации 7 января Рождество Христово на дворе Также вас поздравляю В этом выпуске мы с вами отправимся в гости к соседу Очень часто на канале происходят споры Где лучше жить, в доме или в квартире Когда я снимаю про свой дом Очень часто вы пишите комментарии Где озеленение, где деревья, где навесы, где баня, где то, где это Вот сегодня мы посмотрим на все это на контрасте Точно так же будет зарисовочка про собаку Это не собака, это котенок Котик, формируется такая подушечка Вот эта подушечка, она защищает суставы Часто вы задаете вопросы Почему у вас три собаки Почему вы выбрали именно эту породу Обо всем этом поговорим В этом видеоролике будут ряд ответов На ваши комментарии к предыдущему выпуску Он будет любопытный Он будет уютный Он будет домашний Именно поэтому без промедления Мы начинаем прямо сейчас Тайм-коды по каждой теме ждут вас в описании Первым делом пойдемте в гости к соседу Мороз и солнце, день чудесный У меня для вас зарисовочка На данный момент 1 января Время 12 часов дня Вот частенько мы читаем один и тот же комментарий Что не хватает баньки Не хватает деревьев Не хватает навеса Не хватает газона Не хватает того Не хватает всего Но вокруг нас-то есть и другие дома И сейчас у нас есть шикарная возможность Зайти в гости к одному из соседей И показать как раз ту самую картину Когда все готово полностью Делать ничего не нужно Только подстригай кустики и живи Конечно на дворе зима Тем не менее есть кадры летние В общем без промедления Пойдемте по живому вместе с нами Частенько спрашивают Вообще сколько здесь всего домов Раз, два, три, четыре, пять Порядка 12 домов Вот непосредственно в нашем Назовем его закоулочке Вот смотрите По-соседски Знаете такой По-соседски Зашел у соседа Взял ключ от соседского дома Пойдемте У нас ключик идет от калитки Сам Леха, владелец дома Сейчас находится в Карелии В силу того Что отправился туда с семьей На новогодние праздники Спрашиваю у него Как там в Карелии Он говорит Рыбалочка Банька Домики сняли на берегу Речки Красотища Снегоходы У него дети любят кататься А так вот он дом Давайте смотреть Как сделано Получается у тебя Два входа в дом Один основной Назовем его Такой главный Серий именно вход И там же с торца Есть откатные ворота С помощью которых Ты можешь заехать К себе на территорию Для того Чтобы запарковать Свои автомобили Так Опа Все Заходим В гости Друзья Вот такая Территория Вот он Навес То что нужно Самый идеальный вариант Ты выходишь из дома У тебя здесь Ну гляньте Сейчас снегопад пошел Опять Здесь слегка снежка Вот его можно стряхнуть Но сам ключевой смысл Что все Ты защищен от погодных условий А вы Как знаете У нас постоянно То дожди То снега Это вот вещь Прямо вот реально Необходима Это первое Второе У нас большая территория Для того Чтобы можно было Здесь спокойно Запарковать Как минимум Два автомобиля А при желании Даже три Откатные ворота Те самые Удачное расположение Дома Лехи Заключается в том Что рядом здесь Я вам покажу Находится изначально Гостевая парковка Для нашего Вот этого Ну назову его Поселка Для нашей улицы Вот отсюда Начинается Въезд Скажем так В наш поселочек Вот та самая Парковка Про которую я Только что сказал Гостевая То есть можно заехать Запарковаться В силу того Что у нас Народа В принципе много Но опять же Все ставят Возят дома Либо на территории дома Здесь особо Нито не ставил Ну в целом Как-то может Раз-два Кому-то она пригодилась Кто такой изначально Леха Для нас Для нас Он является Застройщиком Вот именно Он и его товарищ Они начали строить Эти дома Вот этот дом Он построил под себя А соседний дом Здесь тоже Построен под себя А остальные дома Были построены На продажу В беседе Скажем так Тет-а-тет Я у него Спрашиваю Интересный вопрос Леха Ну давай По-серьезки Скажи Наши дома Хрень полная А твои дома Наверное хорошие Ведь ты-то Строил для себя А это на продажу Он отвечает Отличие одно Но оно есть У них Лучше сделана кровля Они ее сделали Более дорогой Все дома Которые построены У нас на продажу Они сделаны С более удешевленным Вариантом кровли На качество Он как бы Никак не влияет Но элемент Удешевления Он есть Что именно Я вам выведу на экран У Алексея Уточню Гараж Да вы помните Дом Плюс-минус Такой же Как наш Только он В другую сторону Получается Смотрит Гараж у нас С левой стороны Должен быть А у него справа Но по факту Он точно так же 200 квадратов Это все то же самое Запарковался Поставил Допустим Автомобиль Открыл Все побежал Может быть Кто-то и сейчас скажет Что не хватало бы И сюда Донести Навес Для того Чтобы ты приехал Представь себе Сильный снег Или сильный дождь Ты в любом случае Прямо туда-то не подъедешь А выходить нужно будет То есть Ну промокнешь В тот же момент Не забывайте Гараж Вот я только не знаю Надо у него уточнить Есть у него выход Из гаража В дом Пойдемте дальше Потому что У него здесь Как раз та самая картина В виде озеленения Места здесь достаточно Изначально Вообще Когда он сюда приезжал Для того чтобы вы просто понимали Вместительность дома Два взрослых человека Еще два взрослых человека Четыре взрослых И четверо детей И все без проблем умещались Ну вот Тот самый вариант Вполне возможно Сначала вы могли подумать Ну где Посидеть летом Вот и выше Вот У него как сделано Смотри Интересно На улице скользко Лед Поэтому потихонечку ходим Чтобы не упасть Заходи потихонечку Поднимайся Покажем ребятам В целом Вид хотя бы То есть Ну грамотно Я не знаю Был у Лехи уже опыт Когда-то В строительстве дома Либо ему кто-то подсказывал Но всякие такие Различные вещи Очень удобно Ну вот Например Иди сюда Здесь Кухня Да Раковина Окно открывается Можно при летом Открыть Там ты что-то моешь Там раз Поставил сюда То есть Передавать Убирать Это все Очень легко Всякие тапочки Различные Для входа в дом Ну видно Что чистота Это при том Что человек Сейчас здесь Даже не находится Но периодически Приезжает Марафет Наводит И вот Ты сидишь Кайфуешь Все просматривается Все видно Ну классно Особенно летом У него как раз Отсюда Прямо открывается Вид на речку То есть Рыбаки И те кто Любители Вот там На подроцикл Сел Аккуратно съехал Вниз Там через овраги Дождь Снег Тебя не пугает Большой стол Диванчики Все это Ты дело Расставил Сиди Кайфуй Балдей Везде Зеленый газон То есть Ничего здесь Не высушено Здесь везде Прямо все Травка Как вы хотите Красиво Подсветочка Стоит Елочки Опять же Вы даже не забывать Что Вот эта елка Она там допустим Покупалась Когда она была Вот такая Ну я врать не буду Ну примерно А как вы знаете Все вот эти насаждения Их можно купить И большие Только просто ценник Будет совсем другой Я бы назвал его Космическим Часто я говорю Одни и те же слова Что По кадрам Не передать Вот постарайтесь Прочувствовать Даже по кадрам С фотографий Как меняется Атмосфера И внешний вид Дома От прилегающей территории С приходом лета Смотрим А? Что скажете? Уже прямо Действительно Совсем другой вид Ровно то Что вы мне Частенько-то и советуете Дмитрий Нужно было бы Сделать дорожки По территории дома Нужно сделать Озеленение Посадить деревья Вот оно Все есть Согласитесь Выглядит Ну очень круто И самое такое Хорошее слово Здесь Уютно Комфортно Здорово Здесь вот рядом С грушей Посмотрите С левой стороны Видите Немножко бетона Специально Предусмотрели Площадку Для установки Батута Ранее у них там стоял Ну и так же Можно на лето ставить туда бассейн То есть специально отведенное место Все Что еще надо Живи Кайфуй Никаких Грядок Никаких Картошек И прочее Прочее Ты приезжаешь В этот дом Для того Чтобы здесь Жить Наслаждаться Ну а если вдруг Кто-то захочет поставить К примеру Теприцу Почему нет Место для нее Всегда найдется Но лето Есть лето Красотища Неимоверная Сценические Зарисовочки У нас Кинематографические Пойдем Дорожки Все различные Сделаны То есть Сам смысл Заключается в том Что вот этот дом Как многие хотят Предназначен Исключительно Для жизни Для удовольствия То есть Сюда вы приезжаете И ваша забота Это вот Подстричь Подсобрать Травку Чего-либо Здесь делать И строить Ну просто Нечего Ну давай так В худшем случае Это Обслуживание дома Если где-то Что-то сломалось Да вы это поделайте А такое что Покупай дом Баня сделана Но на 70% Доделывай Такого нету Здесь все уже готово Здесь у него Просто шикарный Я когда помню К нему летом пришел Офигел Вот реально Красивый зеленый газон Та самая мечта Плюс да Вот там Очень круто Что сегодня Подыгрывает солнышко Что надо понять Что даже в летнее время В дневное У тебя будет На территории И солнце И местами тени В общем все как вы хотите Если сильно жарко Хочешь посидеть Вот В тенечек Можно присесть Ну и понимаете Когда мы идем Все вот это зеленое То есть ты как бы приходишь Оказываешься на территории Такой Ну сказочно красивой Ну действительно Действительно красиво За забором За этим Соседей никаких нету Здесь есть один Общий участок Который Люди сейчас как раз Хотят Выкупить Три дома Раз Два Три И собственно Поделить То есть сейчас Участок примерно Двенадцать соток Двенадцать или пятнадцать Вот плюс-минус Такой Хотят еще добавить По три-четыре сотки На каждую То есть это присоединение Такое сделать можно Об этом мы если надо Подробнее расскажем Ну вот А Вот Что не хватало бы сейчас Лично нам Ну баночку Иди ближе Не стесняйся Подходи Подходи Смотри какая красотища И сруба И более того Вот если вы На улице Можете видеть Такие истории Когда вот Сруб делают Тут кнутами Их вот так вот Протягивают То внутри Он так делать не стал Он там использовал Какую-то навороченную Технологию Которую в России Особо там не используют Потому что она дорогая Швы там Они специально промазывали Чтобы это красиво было Еле нашел Кого-то мастера В общем В эту баню Вложенный денег Было очень много Как правило У нас говорят Что на вторичке Оно никого не волнует Когда это Возможно Какая-то ванна Дорогущая Нафиг она не нужна Но такие вещи Когда ты сделал Качественный ремонт Не знаю Я бы Или там Постройку Оценил бы В баню Мы к сожалению Зайти не сможем Потому что нам дали Ключ только От территории Но Зайдя в баню Там большая комната Отдыха Парилка полноценная Единственное Чего там нету Я насколько знаю Купели Ну и собственно В летнее время Или в зимнее Как хотите Тоже можно поставить Сюда дополнительные Небольшие Столики Чтобы можно было Посидеть То есть Локации Различные Понимаете Одна локация Возле дома Раз Вторая Возле баньки Два Третья Ты можешь Запросто Посадить Где-то в тенечке Себе Ту же самую Садовую мебель Посидеть летом Покайфовать Три Ну опять же Наскучило тебе Говорю Здесь есть речка Я конечно не знаю Это скорее Для тех Кто Впервые Покупает дом Может казаться Что о речка Будем постоянно Ездить на речку Мы например Живя здесь На речку не ездим Вообще Но опять же Мы не рыбаки Вот если бы я занимался Рыбалкой Когда-то у меня Такое было Вовлечение Я бы с удовольствием Конечно ездил Был ловил Потому что Речка хорошая АК Квадроцикл Лодочку надувную Приехал Надув Поехал Как видите Это ветерок Это просто Там Тут Вот эта дверь Выход Из гаража То есть Все как в той самой Американской мечте Заехал в гараж А у тебя Бэкьярд Но баня Ты посмотри Ну просто красота Реально Вот мы на нее ходим Смотрим со стороны Ну просто шикарно Конечно У бруса есть косяки Пойдем ближе Но как говорится У нас в России Найти нормальное дерево Все отмечают Очень сложно Я был В гостях Даже прям Действительно В очень дорогих домах Где там Мы ездили Даже снимали Вот такая история Но везде В силу чего Не просохло до конца Собрали И потом Когда оно высыхает Уже дает трещину Но остальное Посмотри Сколько я говорю Баня больше Семи лет Точно Поэтому Даже по внешнему виду Вот Водоотвод Вода Все Ливневая канализация Общая Все под землей Собирается Вся вода уходит И так Вся вода уходит И так везде Это вот одно Только вот это Это уже должно Дать понять Что дом Сделан грамотно Никакого мусора Нету Типа Оля Для возгорания Ну все Ходишь То есть реально Свой дом И та же самая красота Здесь все Ну чисто Точно так же То есть в этом плане Все по уму Здесь окон нету Здесь как раз Это парная Вот здесь окошко У вас Для проветривания Будете лежать На дерево Смотреть На луну На луну Короче Глядя на этот дом Вот просто Как это все сделано И серия Вот Готовое решение Когда я узнал Что он Свой дом продает Я честно скажу Я расстроился Больше чем он Я говорю Нифига себе Чего Ну просто Я серьезно говорю Построено для себя Построено для семьи Я знаю Что у него большая семья Они сюда все приезжают И поверят Что свой дом Можно продавать Но так сложились обстоятельства Никакого криминала Там абсолютно нету Кому интересно будет Основная причина Позвоните Лехе Ну это опять же Покупателю Спросите сами Там все Прозрачно Смысл Дом находится В черте города Раз Центральная канализация Есть Отопление Газовое Все настроено Есть Электричество Само собой Есть Вода Само собой Все это дело Есть Дом 200 квадратов На участке 12 соток Мебель Вся которая есть Основная Все остается За исключением Забирают Ну какие-то там Подарки Картины По мелочи Ничего такого Все остальное Все готово До Москвы Вот важный момент Сегодня у нас Первое число 31 числа Мы выезжаем Из дома С Царицыно Подчеркиваю Царицыно В 12.06 Я выезжаю В 13.06 Через час Я уже въезжаю В город То есть От двери До двери Дома Ну я скажу так Час 20 Это при условии Того что зима Как вы знаете У меня автомобиль На заднем приводе Я еду аккуратно Не спеша Ни одного штрафа Даже не пришло Час 20 В летнее время Когда я был помоложе Я доезжал За 35-40 минут Но это от города До МКАДа Все Южное направление Наше Пожалуйста А вот теперь Мы переходим К обсуждению Любопытного вопроса Как думаете Сколько Стоит Этот дом Вот Все что вы увидели 25 миллионов рублей Запрашивают Алексей За свой дом Отсюда Я вам хочу Поставить Вот такой Интересный вопрос Как вы считаете Это дорого Дешево Нормально Вот даже Давайте пообсуждаем Карту я вам Показал Где мы находимся То есть Кто его может Себе купить Такой дом Ну жители Каширы С учетом цен На квартиры Ну вряд ли То есть Это кто-то должен быть Прям какой-то хороший Такой бизнесмен А вот для москвичей Счастливых Да У кого там квартиры Трех-четырехкомнатных Трех-четырехкомнатных Продать И вот он тебе домик Но Это как раз Та самая история Вот здесь Начинается обсуждение Одно дело Ты живешь В городе Москва У тебя вроде бы Все под боком Ну столица нашей страны А другое дело Ты уезжаешь в Каширу Казалось бы Час езды Свой дом Природа Живи Школы Детские сады Прочее Само собой Есть тоже Но это уже Московская область Где-то там местами Может быть Что-то по уровню Хромает В соотношении С Москвой Это уже Отдельная история Но вот если Посчитать С точки зрения Купить земельный участок Земельный участок Сотка В городе Вот в подобной черте Где у тебя есть Уже все коммуникации Торгуется Примерно 400 тысяч рублей Вот примерные цены Построить 200 квадратов Построить гараж Сделать забор Благоустройство Участка Мне кажется Вот в нынешних Реалиях Все то же самое Собрать с мебелью Подключить все Что мы увидели С теми же самыми Насаждениями Но это Как бы Х2 не получилась Цена За 25 лямов В Москве Сегодня можно купить Давай так Хорошую Трехкомнатную квартиру С хорошим ремонтом Вот вы купили квартиру Сделали Действительно Хороший Классный ремонт Но это будет 25 миллионов При условии того Что квартира у вас Будет Квадратов 90-100 Все же Познается В сравнении Вот вам Живой пример Мы рассматриваем Квартиру Само собой В эконом Ну так называемом Современном Комфорт Классе Вот Царицыно Наше направление Дом Пик Застройщик 75 квадратов Отделка От Застройщика Соответственно Бюджетная 75 квадратов По цене 23 миллиона Практически Продаются Соответственно Друзья Ни в коем случае Я к тому хочу Подвести Что это не так Что альтернатива Квартирам Бизнес-класс Когда мы Снимали квартиры Которые по 50 По 60 миллионов Что прям уже Действительно Очень даже дорого Становится Там дома Вообще другие И ближе к Москве И так далее Это все было На канале Это все есть В данном ключе Вот вам Контраст Понятное дело Что дом Не подходит Для тех Кто каждый день Будет ездить На работу В Москву Хотя В Кашире Таких людей Огромное количество Реально Каждый день Ездят Вот те Кто Один Два Раза В неделю Ты ездишь В Москву Возможно У вас уже Взрослые дети Опять же Нас часто спрашивали Живете Тут вообще Ничего нету До школы Вот отсюда До школы Идти Три минуты Значит Для тех Кто Всегда Реклама А ссылку А телефон На Леха Реклама Объява Висит на Авито Вы Если вдруг Кто-то заинтересуется Звоните Даже никаких промокодов Кодовых слов Нету Там от Машкова Еще что-то Позвоните сами Пообщайтесь Может он вам дешевле Отдаст Просто А увидел на Авито Если кому надо Кому не надо Вот здесь просто Скажите мне Вот прямой ответ Что бы выбрали вы Жить в доме Но в 100 км От МКАДа Или жить В квартире Трешка будет Вот трешка будет В Царицыно Где я живу В доме от пика Трехкомнатную квартиру Покупаешь Парковочное место Себе покупаешь Ну хороший ремонт Делаешь Вот в те же самые Плюс-минус Там 25 миллионов Ты наверное выше Если сделать Хороший качественный ремонт Поэтому здесь Вот интересно Сразу говорю Тот кто захочет Купить К примеру Дом И сдавать его в аренду Устраивать здесь Посуточную вечеринку Даже не рассматрит Такой вариант У вас это не получится На вас будут идти Бесконечные жалобы На вас будут идти Бесконечные кляузы Жизни Жизни Мы вам здесь не дадим А вот тот кто хочет Приехать сюда Именно жить На постоянку А не строить Из этого дома бизнес Пожалуйста Тут мы подводим черту С точки зрения того Что ну вот Как бы Классный дом Все то Что вы писали Надо сделать То надо сделать Это вот У людей уже Все это дело Реализовано Ну а мы Переходим С вами К следующей теме Время 13 часов На улице Минус 13 Ну посмотрите Чайку Как не бахнуть Ведь сейчас Нужно будет Приготовить Что Вкусный обед Пожарить шашлычку Кто-то писал Дима Ну обязательно Надо развести Костерчик Шампурчик Пожарить Чтобы было вкусно Но Мне даже Знаете что стало Интересно Помни такая тема была Что Ну-ка отойдите Чуть назад Если я сейчас Подкину воду Горячую Вверх Что будет Посмотрю Недостаточно Холодно Травы Ягоды Знаете откуда С огорода Со своего Все Из морозилки Достали Ну чай Понятное дело Покупной Имбирь Тут тоже Покупной Мне кажется Сейчас получается Знаете что Для Лехи Для соседа Просто шикарнейшая Интеграция Его дома Потому что Так подумал То чем я сейчас Занимаюсь За это люди Деньги Бешеные Платят Уезжают На первое Второе число Куда-нибудь Вот загородный дом Для того чтобы Пройтись Погулять Покататься Пожарить мясо Попить чай Ну и опять же Сходить В баню А тут тебе На У себя В дворе Так пока Заваривается Пусть хотя бы 3-5 минут Постоит Пойдемте Дровишки Кинем Вот процесс Кстати как-то я думал Тоже холоднее будет Но не знаю Может быть из-за того Что я Очень тепло оделся Мне вообще на улице Не холодно Жена конечно мерзнет Вот самый кайф Это вот Вот эта первая спичка Которая потухла Но может быть На монтаже Она будет все так же Первая И туда И вот Дровишки Сейчас захрустят Ай-яй-яй-яй-яй Помолчи 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 Дрова Приготовление пищи Вот это Прям кайф Вот это Давай Когда В Дубае Были Нахер он не нужен Ну я понимаю Да там Другая картинка Это гламурная Жизнь Но Смысл-то в том Что Вот просто Попал в сук Смысл-то в том Что тоже Интересно Опа Ох друзья Блин Баню конечно Я сейчас Просто баню В целом люблю Сейчас бы я в баню Залетел бы На раз-два Так Про собак Будет отдельная Зарисовка Ой Как холодно Где мои собаки Потапыч Первый пришел А где твои родители Назарчик Лелочка Ой Угощение какое Смотрите Блинчики Мясо Сыр Это не еда Это не кормление Это просто угощение Назар у нас Очень блины любит Иди Назарчик Иди 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 Они с утра Так играли Хорошо На Блинчик На Ну на Скорей Скорей Еще Новым годом Здоровья Мира И добра Всем Ну почему Выбрали породу Алабай Потому что я родом Из Туркмении Средней Азии Как бы у нас Эта порода Там была Очень популярна Сейчас кстати В Туркмении Порода Алабай Она там так и Называется Алабай Это достояние Государства Вот Поэтому не знаю Мне она очень нравилась Замерз Видишь лапку поднимать Беги в вольер Все Беги в вольер Беги в вольер Беги в вольер Как так получилось Что у нас теперь Три собаки Поначалу мы взяли Только одну Назарчика Он у нас Жил и рос В типографии У нас тогда не было Еще своего дома Ну кто смотрел Мои ролики Посмотрит Вот И он оказался Наверное настолько Счастливым и удачным Что благодаря ему Мы купили дом Потому что Эта собака Я считаю Не должна жить в квартире Эта собака Жить на территории Она должна двигаться Передвигаться Охранять Вот видите Это он так маму охраняет Должна двигаться Передвигаться То есть Свободные действия Должны быть у собаки Как она в Средней Азии Живет Бегает с пастухами Пасет стада Так и тут Должна быть У собаки территория Назарчику у нас Было года два Наверное Ну и как-то вроде Ему скучновато Я захотела ему взять Подружку Девочку Ну так мельком Поговорили И все Кто меня сподвиг Взять Лейлу Дима Он сказал Он сказал Мама Если захочешь Вторую собаку Я тебе подарю Так и случилось На Новый год После праздников После моего дня рождения Вот Дима мне подарил Лейлу Мы поехали Забрали Все Живут они Вместе Красота Играются Им не скучно Вместе Такая уже Как бы Мини стая Вот Мы не думали Заниматься разведением Ну Щенками Не думали Но Как бы Предполагали Что конечно Кобели сука Что возможно Лела может родить Хотя В момент Отечки Мы собак Закрывали в вольере Ну Случилось так Что Лелочка У нас забеременела В прошлом году И родила Выдала нам Десять щенят Ребят Кипиш начался Прям в один момент Проснулись Они уже Я подошла Они все На лапах ходят У Мора Пятнадцать дней Им сегодня О Гляньте Глянь Рычат Ночью лают Мамашка с папашкой Там лают А не тут О О Какие страстные Балабаи Ой Загрызут Людоеды Волкодавы О Ужасные собаки Опасные О Как О Какие Сейчас пойду Мать уже Пришла Стоит у двери Я окошко Открыла Когда открываешь Там в вольере Слышно Как они Кипиш тут Поднимают Вот щенки Все разошлись Все ушли В хорошие руки Хозяев мы подбирали Очень-очень тщательно Мешать снимать На ручки хочет На ручки хочет Он стоит Пытается Валенок Разобрать Мы хозяев Подбирали Очень тщательно Для нас Самое главное Чтобы был Свой дом С участком Чтобы собаки Наши щенки Не сидели Закрыты в вольере То есть Они были На свободном выгуле Вот И у нас Все щенки Попали к людям Которые знают Эту породу Либо были Эти собаки Либо у кого-то Есть эти собаки Вот Поэтому Мы очень Очень счастливы Ну и опять Когда у нас Лелочка рожала Мне муж говорил Оля Мы всех Пристраиваем Мы всех Продаем Отдаем Мы никого Не оставляем Я так Окивала головой Да-да-да Подошел момент Когда уже Щенков Стали разбирать И Дима И муж Мой Андрей Мы что Себе ни одного Не оставим Ну вот так Остался у нас Потапка В итоге У нас теперь Три собаки Сколько Обходится нам В материальном плане Собаки Ребят Я очень люблю Собак Очень люблю Животных Я помимо того Что у нас Свои собаки Я стараюсь По возможности Помогать волонтерам Которые подбирают Пристраивают Щенков Стерилизуют Чипируют Вся вот эта Цепочка Я стараюсь Материально Помогать Таким людям Нам наши собаки Если по кругу Брать в год Обходятся Где-то В 50 тысяч В месяц Помимо того Что собаки Етят корм Покупаем Пять мешков По 3 тысячи Где-то корм Хороший корм Премиум класса Выпускает этот корм Питомник Тоже Алабаев Я покупаю Ещё ему Обязательно Мясо Хорошего качества То есть Не вынужденный Забой А мясо Клемённое Хорошее Домашнее На рынке Ну и летом Молочка Что к этому Ещё прибавляется К этому Прибавляется Ещё Глистогонка Мы берём Тоже только Дорогие Хорошие Проверенные Лекарства И плюс Весь тёплый период Практически До морозов Обработка Помимо обработки Прививки Мы собак не возим В ветклинику У нас есть врач Который приезжает И прививает У нас книжки Заведены То есть у нас Всё как положено Во-первых Собакам стресса нет Они нормально Встречают врача Вот он приезжает Делает прививки Все собаки В разное время У нас прививки Поэтому это тоже Как бы денежка Прививки мы делаем Только импортные В связи с санкциями Все прекрасно знают Что всё это дело Подорожало И обработка И глистогонка Потому что в основном Всё импортное И естественно Прививки Вот Помимо прививок Какие ещё затраты Да Лилочка у нас родила Десять щенят Что самое сложное было Помимо того Что у нас Этот проект был Некоммерческий Мы туда вложились То есть не надо считать Что мы продали щенков И заработали деньги Нет ребят Мы там даже в нуле не вышли Потому что Как бы я щенков Они у меня были На очень хорошем содержании И прививки тоже На дом врач приезжала Прививку делала И как бы питание Было там отличное Я кормила их Детскими смесями Которые стоят По три с половиной тысячи Ну кто знает У кого детки Дорого Такими смесями Немалютками Ничем Вот Самое сложное было Это расставание с щенками Представляете Я с ними 24 часа в сутки Была два месяца И потом мне надо было их отдавать Конечно Потом я сутки плакала После каждого щенка Хотя все Как говорится Щенки попали в хорошие руки Вот это было для меня Самое сложное Вот И мы поэтому решили Лелочку нашу стерилизовать Вот в этом году Буквально в начале декабря У нас была стерилизация По поводу запретов Вот так вот Если почитать То даже Горячий чай На морозе пить тоже нельзя Вредно Представляете Вот что ни возьми Что вкусно Что полезно Что приятно Что хочется Все вредно Вот Поэтому Маленькими глоточками Вот Запах прям такой Сразу деревни пошел Горячий чаек На травах Еще очень классно Что сегодня нет никакого ветра Солнышко Хоть какое-то настроение Приподнимает Слегка припорошило снежком Что еще нужно Про вольер Было тоже очень много вопросов Потому что вольер сделан Довольно таки основательно Построен по принципу Железобетонных свай То есть просверлили отверстия 15 штук Три ряда по 5 штук То есть вот здесь Здесь и здесь Стоят сваи глубиной Внимание Почти метр восемьдесят В основании Которые выходят из земли Они составляют Примерно 200 на 200 оголовки Квадреты Прямоугольной формы Ну квадратные Вот И на каждом оголовке Выходят по Значит Шпильки Шпилька метровая Погружена Вовнутрь Примерно на 70 сантиметров На 70 Для чего Понятно Да Что когда на нее Сверху Кладется балка То вот это вот Отверстие Сверху Которая проходит Шпилька Она предназначена Для того Чтобы можно было Ее затянуть И сделать Асаже То есть придавить Сваи Гарантированно Никуда не ходят Ну как минимум Уже 6 лет Батя мой Микрофон Разрядился В силу того Что мы Этот эпизод Снимали уже 2 января И морозы Стали Минус 23 А ощущалось Как минус 30 Смысл Следующим Сделали Вольер Основательным Никакой ветер Никакие перепады Температур На перспективу Не сломают Все останется На своих местах Более того Он еще Не просто так Вот сделал Он продуман Специально Подняли его Повыше Потому что Летом Когда становится Жарко Мы понимаем Что собаки Хотят куда-то Спрятаться В тенек Они уходят Под вольер Под ним Находится Песок Там прохлада Собаки Заползают Как змеи И лежат Отдыхают С обратной Стороны От вольера Сделаны Специальные Ниши Спрятанные Куда можно Что-либо Поставить Садовый Инструмент И прочее Таким Образом Это получается Не просто Вольер А нечто Большее Заходим Внутрь Что Нас встречает Здесь По интерьеру Часы Телевизор И некоторых людей Это удивляло Типа А зачем В собачьей будке Часы Ну как вы не поймете Собака же должна знать Сколько времени Во сколько обед Вот ты просыпаешь Все время Ты же смотришь на часы А ты думаешь То что собаки Время не понимают Если убрать Такой убедительный юмор Ну просто Для нас Потому что летом Когда например Родители чем-то занимаются На светом Теплица Еще что-либо Там Отец там Вышел на улицу То ты ходишь В тишине А то ты включил телевизор Раз пожалуйста Какая-то музыка На фоне играет Там передача Еще что-то Первое Второе Время ты спокойно Посмотрел Не надо тебе с собой Телефон таскать Еще что-то Здесь Идет управление Вот это вот Если кнопку Сейчас включим То Включится везде Освещение И это освещение Включается не только Внутри будки В том числе По периметру Тоже сейчас Везде все загорается Весь участок Освещен Красота Особенно это круто Когда например Вот идет снег Включаешь И ну красиво Просто-напросто Получается В том числе Когда я не был Разгрызнут Вот этот диван Точно так же Можно присесть Включил что-нибудь Сидишь Балдеешь Подчеркиваю Это оценивает Все те Кто действительно Любит собак Вот кто Также к ним Относится Вот иди ко мне Иди ко мне Вы сладкий Вот ты пришел Он к тебе пришел Ты с ним можешь Пообщаться Отдохнуть Вы знаете Что там говорят В день Если там Чуть 15-20 минут Собаку гладить Или обнимать То у вас Гораздо меньше Будет кортизола В крови И меньше будет стрессов Вы просто будете В целом Чувствовать себя комфортнее Многие спрашивают Кого больше я люблю Да никого Я всех одинаково люблю У нас помимо Трех Алабаев Еще дома есть Маленькая Чихуахуа Которая вообще Без меня жизни Не представляет Вот Поэтому я люблю всех Ну смотрите Как им хорошо У них теперь Мини стая Лелочка Это у нас Как бы двигатель Это начальник охраны Которая Прям такая бдительная А это вот папка С сыном Играют Ну как здорово Вопрос был у людей Как бы Собаки на территории Мы их никогда не закрываем Они не в вольере То есть Хотят Идут в вольер Хотят на улицу И почему-то очень многие Спрашивали именно Про уборку за собаками А куда они у вас Ходят в туалет А как Как это все Так Про уборку за собаками Куда наши собаки Ходят в туалет Ну ребят Ну унитаза у них тут нет Конечно ребята Ходят в туалет Здесь на участке У них например Вот эта полоса И вот там у них Две полосы Очень просто Берете лопату Берете мешок Такой хороший Крепенький И все эти Каки Собираете Вот друзья Смотрите Наши разработки Ну рассказываю А что Дело житейское Вот вы спрашиваете Как убираете За собаками Куда собаки ходят Ну сходил Собак в туалет Дальше Вот такая лопата Специально сделана С ребрами жесткости Вот тут вот здесь Чтобы можно было Когда подходишь к кучке Вот так вот Ножкой раз И забрал Если переносить Вот ручка Фирменная Макитовская Вот взял и пошел Очень удобно Поставил Лопата не падает И вот кучу набрал Обычно это норма На трех алабаев Один-два дня Все Влазит сюда Собрал И утилизировал Помимо того Что вы собираете Эти каки Как и любой собачник Вы еще смотрите Нормально собачка ваша Сходила в туалет Нет у ней поноса Вот и все Поэтому я не знаю Для меня это лично Не составляет труда Для меня много что Не составляет труда В физическом плане Например Это огород Это куры Птицы Содержание Уход за ними Я сама лично Чищу курятники И все на свете Поэтому Для меня это не в тягость Для меня это в радость Поэтому Наверное И так все хорошо Знаете как играются Вот как играются Что хочу еще сказать Пользуясь случаем Хочу передать Большой привет Большое спасибо И низкий поклон Всем волонтерам России Которые сейчас Массово вывозят Собак из Бурятии Я не знаю Кошек может тоже Там же приняли закон Об эвтаназии бродячих собак Вот сейчас массово Наши друзья Собратья Волонтеры Вывозят собак Смотрите Мы возвращаемся обратно К нашему строению Значит здесь Были тоже вопросы Их было довольно таки много Самый популярный вопрос Был про лифт Как же так А что если Лифт опустится вниз И пропало электричество Оборвался трос Лифт застрял на середине В общем Любой вопрос Связано с тем Что лифт вышел из строя Когда находится там человек Лестница удобнее Лестница практичнее Лестница надежнее Лестница лучше Ну вот и представь Как ты будешь Отсюда постоянно лазить Там я не знаю С ведром Той же самой Картошки Либо еще чего-то Здесь назад кувыркнуться Я просто так вот лазил Неудобно Пацаны Короче Лифт это Однозначно лучше Да и судя по комментариям Наверное многие из вас Представляют лифт Как он выглядит В многоквартирных домах У вас в подъезде На которых вы каждый день Ездите на работу Застрял он Все Ты в замкнутом пространстве Нет друзья Для таких вещей Для погребов Вот я поднимаю Кадры с интернета Человек сам Сделал себе Вот подобный лифт У него он поменьше У нас пространство больше Поэтому можно будет Сделать его более комфортным С точки зрения того Чтобы поднимать Опускать вещи То есть Если вдруг он там Пропал электричество Застрял наполовину Ты потихоньку Поднимаешься по лестнице Все в этом плане Продумано Где бы он у тебя Не застрял На каком уровне Вылезти Можно будет Понятное дело Что ты не та история Когда ты опустился Все закрылось У тебя телефона С собой нет И все Ты там как в консервной банке Живешь Ждешь Надежды На то Что тебя кто-то Вспомнит про тебя Нет Вот Как бы тут я думаю Визуально Сразу становится Все понятно Меня конечно удивили Комментарии Про вентиляцию А где вентиляция Вы что подвал Сделали без вентиляции Друзья Вы даже если Посмотрите Предыдущий выпуск И нажмете на стоп Но там же все видно Все есть Здесь В первую очередь Естественно Вентиляция идет Никаких принудительных Систем не нужно Показываю по живому Вот вентиляция Отсюда Заходит Воздух Видите специально Он опускается вниз И уходит Дальше Куда он уходит Дальше Я вам сейчас покажу Первое Вентиляцию Зафиксировали Просто Комментарий Действительно Было очень много Но это собственно Вот живой пример Показывающий Что люди Видят Как говорится Смотрю в книгу Вижу фигу Ну откровенно Друзья Не в обиду Ничего Вот же Это все есть Вот она Вентиляция Вот коммуникация Вот коммуникация Вот это у нас Канализация Которая уже подведена И вот еще Пожалуйста Коммуникация Это горячая вода Холодная вода И так далее Есть Видно оно Видно Далее Потихонечку Переходим В другое Помещение Сейчас я вам Прямо по живому Свет ставлю Чтоб все было видно Вот Здесь кстати Есть прикол Сейчас мы вам Покажем Воздух пошел 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 Поднимается И уходит Дальше Вот Собственно Выход Вы как думаете Это что такое Для чего это нужно Просто так Игра что ли Какая-то Что это Хихоньки Хахоньки Нет Конечно Это как раз Естественный Специальный Перепад Для того Чтобы создавалось Ну Разряжался Воздух В трубе И то есть Получается Такая технология Условно Пылесос Ветер сильный Дует Он там Заходит И отсюда Собственно Выходит Как раз То что я вам Показывал По низу Проходит Это и называется Естественная Вентиляция Кто в теме Кто разбирается Вы конечно Сможете сформулировать Более грамотными словами Но смысл То понятен То есть А бывает Такое еще Дело Когда не естественная Вентиляция Когда уже Дополнительные моторчики Чтобы это само Сосало Вытягивало Вот идеальный вариант То есть Все Пожалуйста Работает Обратите внимание Видите сыро Это плохо Почему Это образовалось Недавно Были дожди 30 31 Часа Шел дождь И вот Сейчас Зафиксировали Что Сверху Видимо Произошла Негерметичная Конструкция Получилось А вот Тут У нас Происходит С вами Самое Настоящее Расследование Вот Друзья Смотрите Вот Это Что такое Это Гидроизоляция Вот Собственно Отошла В силу Того Что Здесь Был Снег Все Начало Таять Шел Дождь Вот Вот Что Дает Вода Почему Вообще Нужно Бояться Дует Задувает Дождь Идет А потом Херакс У тебя Образовывается Угол Сырой К чему Может Угол Сырой Привести К образованию Плесени И потом Это Естественно Все Вытравливает Замучиваешься Особенно Когда Это Многоквартирный Дом Здесь Это Не проблема Мы ее Решим Это Мы Сейчас Все Выявим Уже Завтра Все Это Дело Будет Устранено Но Обратите Внимание Даже По потолку Покажи Потихоньку Как Есть Плавненько Он Сухой И Больше Этого Нигде Нет Соответственно Все Эти Истории Которые Мы Выявляем Мы Конечно Будем Устранять Таким Образом Вентиляцию Вторую Мы Фиксируем Давай Потихоньку Меняемся Вот Еще Одно Технологическое Отверстие Это Коммуникация Те же Самые То есть По идее Над нами Это То Самое Место На Кухне Мы Сейчас Условно Находимся Вот Они Есть А Здесь Это Как Над Нами Кухня Зафиксировали Коммуникации Тут Как Идут 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 И раз Вот сюда Видите Кирпичик Он Даже Пальцем Специально Мы его Так Приложили То есть Здесь Будет Проход И он Собственно Фиксируется Дальше Выход Вы уже Увидели Поэтому Само Собой Мы Это Все Дело Предусмотрели Продумали Сделать Подвал Без Вентиляции Но Это Как Я люблю А Это Вот Такая История Какая Это Собака Заезжала И бросила Нам сюда Кисель Кто Это Сделал Сейчас По Камерам Будем Смотреть Засунем Бутылку В карман Еще Один Комментарий Очень Часто Такой Было Серия Почему Вы Ставите Машины На Проезжую Часть То есть Я Писал Отвечал Несколько Раз Но Все Равно Люди Считают Что Моя Машина Стоит Владелец Дома Решил Свою Придомовую Территорию Использовать Под газон У него Здесь Травка Красота Далее Вот здесь Например По другой Стороне Точно Так же Что-то Типа Парковочного Места Придомовая Территория Дальше Елочка Газон В нашем Случае Мы сделали Что-то Типа Парковочных Мест Придомовая Территория Ты подъехал Запарковался Здесь Нету Тротуара Вообще Кто-то Написал Он Обязан Быть Он Должен Быть Предусмотрен Вот Ключевое Слово Должен Быть По факту Его нету Вот На дорогах Вот По ней Проезжают И Ключевой Момент Эта Дорога Рассчитана На Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Домов Все Они Захотят Разъехаться Влевее Взять Здесь Бордюр Он Есть У всех Наши Машины Стоят Чем ее ставить на территорию Если Вот У нас Здесь Удобнее Ставить На улицу Для чего Тащить на территорию У кого Есть гаражи Некоторые На зиму Оставляют Машину Сосед Один Реже Приезжает Он В гараже Машину Хранит Я же Не вижу Смысла У нас Собаки Бегают Везде Для чего Затаскивают На территорию Объясните Вот Она Стоит Смотри Красиво Аккуратно Никому Не мешает Теористически Захочешь Ты сюда Приехать Пойти Погулять Приезжай Ставь свою Машину По закону Относительно Ты имеешь Право Поставить Кто Запрещает Тебе Здесь Делать Нечего Потому Здесь Нет Достопримечательностей Ты Зашел Прогулялся Есть Гостевая Парковка Специально Для тебя Это Для тех Кто Считает А если Я захочу Для тебя Все Сделано Все Предусмотрено Поэтому По уму Что спорить Некоторые Усираются Вы поставили Машину На проезжей Часть Никакой Проезжей Части Здесь Нет Еще раз Говорю Так Ну что Я конечно Прям много Рубить Не буду Потому Что у нас Сегодня Ухи Не будет Сегодня Будет Вкусный Домашний Шашлык Просто Будет Шашлык Знаешь Шашлык Будет Вот такое Блюдо Говядинка Домашняя Свининка Домашняя Шампурик Грибов Не домашних К сожалению Покупанные Вот эти Но будет Вкусно На выходе Я вам продемонстрирую Если его Приготовить И есть Прямо Сразу На улице К Вкусу Плюс Сто Вот та самая История Когда Ну кто любит Конечно Вот это там Дело Выйти Горячий Шампурик Лучок Черный Хлебушек Все это Собрать Хлоп И Закусить Красота Касательно Вот этой Прилегающей Нашей территории Хочу Огромное Спасибо Сказать Человеку Из Татарстана Если я не ошибаюсь Как минимум Отец Мне подсказывает Что был комментарий Когда мы только Купили этот дом Это 6 лет назад И начали Вот этим участком Заниматься Буквально В первом выпуске Мы это показывали И нам Тогда человек Написал То что Ребята Обязательно Решите этот вопрос С участком Потому что Он не ваш Это получается Как бы Самозахват Еще тогда Мы этим озаботились Если вы сейчас Зайдете На публичную Кадастровую карту Вы можете Посмотреть Вот этот участок Относится к нам Почему я на это Делаю акцент Зачастую Вы можете жить По стране Страна большая И где-то Вы посчитаете То что Да ладно Кому мы здесь Нужны Никому Полторы сотки Они стоили Здесь общая площадь Никому это не надо Только вам надо Всегда Может Найти Говнюк Который Как минимум На вас Может написать Жалобу Может Вывести Ее На торги Попытаться Ее забрать Себе Короче Доставить Вам дискомфорт А по закону Здесь все Намного проще В вашу сторону Бывает ситуация Когда закон Реально работает В нашу сторону Смотрите Право Выкупа Вот этой Прилегающей территории У нас Потому что Мы собственники Все Это относится к нам Первым делом Выкупаем Без аукционов Это первое Не надо Никуда это выносить Второй момент У нас У нас всегда Есть Рыночная Цена Сотки А есть Кадастровая Цена Сотки Кадастровая Сотки Всегда Не совпадает С рыночной Ценой Но На удивление Мы то Покупаем По кадастровой Цене А кадастровая Стоимость Сотки Здесь 80 тысяч Рублей А если бы Брать Рыночную В этом месте С учетом Того Что Дома Там Канализация Центральная И прочее Да здесь Люди Называют По 400 тысяч Рублей За сотку Некоторые Просят 400 тысяч За сотку А мы Это Выкупаем Со скидкой Еще 50% Короче Длинную Историю Сделать Короткой Вот Эта Вся Прилегающая Территория Наша За 65 тысяч Рублей 65 тысяч Рублей Да это Подарок Где Еще Такое Найдешь Вот Государство То есть Какие-то Моменты Они Есть Положительно В вашу Торну И здесь Вот Ключевой Момент Надо Просто Знать Изучать Читать Консультироваться С людьми Слушать Очень часто Людям кажется Что Все вопросы Они порешают Или Их не трогали 10 лет И не тронут Больше никогда Но всегда Все меняется Приходит Молодой коллектив Что может быть Это уже было Неоднократно По Московской области Люди уже Жалость Коптеры Летают И фиксируют Что происходит На участке Потом Начинают Сверять Вот К примеру Предположим У нас Деревья Растут А представьте Что Моделируйте Под себя Что у вас На самозахвате Условном Ну не условном А на вашем Самозахвате Который вы можете Забрать себе Официально Стоит например Баня Или какая-то странная Там гараж Баня Еще что-то Вложены деньги Администрация Вправе Оформить вам Штраф За весь тот период Сколько Вот у вас Дом есть Там 10 лет За эти все 10 лет Вам насчитают Штраф Вхерачат Потом дальше Вам могут Вынести Санкции следующие Сноси все Отодвигая назад Мы например Здесь там Собираемся Вести канализацию Или там Газ мы там Будем проводить Ну что-то делать Собирать С коммуникацией И вот в рамках Этой работы Выяснится Что у вас Забор отодвинут Не только у вас А у всех ваших соседей Вы выйдете такие Как же так Как же так Да что это происходит Да у нас здесь Да у вас здесь Забор стоит На вашем земле Ну откровенно А вы это можете Все порешать Таким образом Вот там Вы точно Хапните Поэтому друзья Вот вам Вот мой опыт Я всегда говорю Учимся на чужих ошибках Вот имейте ввиду Вот такие вещи Их надо Всегда решать Подчеркиваю Просто В нашем случае Вот здесь овраг Оно может быть Визуально Не так воспринимается Как говорится Не будем пока С пальцем Сейчас вот выехать Прокатиться У людей У многих заборы Вынесены К дороге И если все эти заборы Поставить на ту землю Которая принадлежит им То получится так Что оказывается Можно и тротуары строить И дорогу расширять И так далее И так далее То о чем зачастую Бывают кричат люди Ну как минимум В нашем городе Бывают там места Я так Почитываю новости Ой Нам не хватает Но если копнуть глубже Да 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 Сейчас вам все сделаем Сейчас вам только снесем Все нахрен Обратно вас отодвинем И тут уже Знаешь Обратная сторона Получается Не-не-не Не надо Я пошутил Нам это не нужно Поэтому Такие вещи Да бытовые Они вот они Где кроются Они интересные Сколько раз Я уже ездил По различным поселкам Где мне показывают Управляй-ка Козлы Они нас грабят Они у нас отнимают Туда Смотри Что они нам сделали Приходишь К некоторым управляйкам Это в эфир и не входило Они говорят У него на участке Самозахват Раз У него там Какие-то есть строения Которые он не зарегистрировал Два Ливневой канализации Пользуются Неправильно Поставил себе септик Который не зарегистрировал Вывоз Фекалий Не осуществляет Короче Там одни сплошные нарушения Когда я подхожу Я говорю Подождите А как так-то Вот по ней рассказывать Да-да-да Но про это Снимать не нужно Понимаете Про это снимать не нужно Мы здесь На белой стороне Они на черной стороне Вот они плохие А мы хорошие Именно после этого Я просто даже Для себя принял решение Что я не хочу Больше никогда Связываться С какими-то Управляющими компаниями Потому что я знаю Что у людей Точно так же Бывает Рыльца в пушку Тут 10 домов берешь Иногда По какому-то вопросу Люди не могут найти Какой-то общий знаменатель А бывают Поселки У людей Там по 100 По 150 домов Там каждый Сам себе на уме Там 20% Активные 60% Им вообще плевать Еще 20 Это ушлые Которые Так Какая-то Неразбериха идет По как я не буду платить Короче Еще во всем этом Разобраться Ну это Работа Так сказать Следователя Прокурора Судьи А я Ни следователь Ни прокурор Ни судья Кто-то писал Дом на овраге Страшно Страшно Смотреть на ваши дома Они стоят на овраге Сколько вот этому оврагу Вообще лет Шестьсот Ну вот лет шестьсот Этому оврагу Вот сколько Стоит кашир Все эти овраги Они вот Вокруг них Вокруг этих оврагов Вообще дома Все построились Вот они здесь Овраг Он туда уходит Может быть Он как-то так Начинает расти По чуть-чуть Но Вон как оно было Все Так оно и осталось На месте Соответственно Такое что овраг Разрастется Так что дома Начнут уходить Под землю Но я не знаю Должно произойти Что-то очень неприятное Да и не в нашей жизни Поэтому такие вещи Опять же Это понятное дело Что если бы Мы там были Какие-то первопроходцы Что приехали Вот там Раз Вон там построили Прямо на самом краю Да еще и неправильно С нарушением Понятное дело Ну это когда От незнания И так далее А так вон Дома стоят Все строятся То есть Есть геодезия Уже целая есть Наука Как строить И всем Без конца Про нее рассказывать Просто мне больше всего Что нравится Зачастую бывают Такие истории Например Когда люди строят Дома Которые строят Стоят миллионы рублей Миллионы рублей Но при этом Они экономят Там 20-30 Там сколько 50 тысяч рублей На геодезии Да им сказали Да там нормально Все строят Все стоит Не надо делать Надо Почему не надо Ну как Не надо Надо Вот Люди строят дома Так же Так же У оврага Делают экспертизы Все проверяют Тут по уму Тоже дом строили Ну пожалуйста Стоит Вот дом Тоже У оврага Все стоит И 10 лет Этот дом стоит Никуда он не делся Враг никак не увеличился Пойдемте дальше Здесь как раз Вот та самая картина Что здесь тупиковая зона Все Вот здесь Можешь сказать Ты доехал В лучшем случае Развернулся Если это лето Ну и все А далее уже Можно пойти Погулять Как правило Туда ходят Кататься с детьми На ватрушках Раз Далее Вот ребят Когда на квадроциклах Уезжали На речку Здесь они бывало Проезжали Ну тут интересно Два Ну и прогулка Пешая С собаками Мы с собаками Ходили сюда гулять Потому что сейчас Понятное дело Что зима Не так красиво Ну не то что так красиво Полноценно Картину не передашь Единственное Вот вышка Вышка 5G Вышка 5G Под боком Интернет Как работал С одной скоростью Так и работает Ни хрена Ничего не увеличилось Но вот это Единственное Что меня здесь Тоже расстраивает Вот эта вот История Нам построили Ну а с другой стороны А к кому Связь нужна всем Ну вот так совпало Что муниципальная земля Была выделена Под них Они взяли ее в аренду И вот она стоит Ты условно живешь Смотри Как бы Можешь сказать В деревне ты живешь Ты живешь В частном секторе Ты живешь В коттеджном поселке Как тебе больше нравится Вот так и можешь назвать Но при этом Ты в черте города Сел на автомобиль Куда угодно Ты доехал Вот я поэтому говорю Что пожив в Кашире И в квартире И в доме Я понял Что вот Если бы я жил Допустим Не в Москве А в подобном бы городе Может даже побольше Я бы конечно Выбирал бы вариант Свой дом Потому что Ничего себе Вот такси Сейчас вызовешь В любой конец Ну 150-200 рублей В любой конец города Все От дома До точки 150-200 рублей Есть люди Которые пьющие Алкаши другими словами Ничего не делают Вот я Вот тут березка у меня есть Я на нее Когда мы сюда переехали Повесил турник При том что приехал На пункт приема металла Попросил Говорю просто Любую Перекладину Мне что угодно Дайте Если турник хочу сделать Мне дали Провисел он Примерно месяц-два Эти гады Здесь начали ходить Собирать То есть Собирают все Прямо металл Всякую проволоку Все что найдут Все собирают И вот они Заприметили Кусок трубы Сняли Представляете Сняли При том что мы ее прибили Так что Это там надо было Постараться Чтобы ее отодрать Обычно Алкаши Они такие Как бы более ленивые Но тем не менее Все поддирали Забрали мою трубу Которую я не знаю Может им рублей 100 Наметали Дала Но тем не менее Вот за соточку Они постарались Никогда нормальный Азиат Тем более На чужой территории Никогда Не тронет человека Это Азиат С нормальной С хорошей психикой Но в Туркмении На притяжении Многих веков И в Средней Азии Не только в Туркмении Таджикистан Казахстан Собак этих Шел Естественный отбор Человек этих собак То есть Если собака Проявляет Агрессию Именно на человека То эту собаку Убирали Понимаете Потому что Пастух Находится Один Там где-то В поле И прикиньте Стая Возьмет И нападет На этого пастуха Это так же Как и с хаски И хаски так выводили Что те элементы Собак Которые агрессивно Были настроены На человека Их убирали К нам приезжали За щенками Многодетная семья Приезжала Они приехали С детьми Можно с детьми Приедем Приезжайте Они зашли Во двор Спокойно Я собакам сказала Что это со мной Лили и Назар Маленький мальчик Подошел Собаку вообще Обнял за шею Назар такой Аж оторопел Смотрит Нет Наши собаки Никогда Наши собаки Именно вот Они социализованы Человек Они друзья Они компаньоны Они охранники Они помощники Вот Агрессии нет И потом Агрессия В основном у собак Которые сидят В закрытой вольере Ну посидите Когда люди сидят В закрытом помещении У любого крыша поедет Это тоже живое существо Вот Команды Мы никакие не учим С собаками Они все прекрасно понимают Вот у нас Лела после родов Например Мы ей говорили Лелочка Иди на укол Там кололи гомеопатию Немножко Чтобы сокращение Получше проходило Лела спокойно Заходила домой Садилась К шкафчику Где лежали шприцы И мы ей спокойно Делали укол И она потом вставала И шла на улицу Они понимают Все с полуслова Вот С Назар Мне вообще Глаза в глаза Мы друг друга понимаем Это пока растет еще Ну тоже Он молодец Он старается охранять Подбегает Вот так меня перекроет Встанет С точки зрения охраны Вот когда при нас Кто-то заходит Это одно А если без нас Полезет через забор Предположительные действия Собак Какие будут Ну ребят Как вот кто-то без нас Полезет через забор Да У нас Как и положено На калитке Мы сделали специальный Значок Такой Что у нас На территории Находится Алабай Что территория Охраняется Но здравомыслящий Человек Пойдет Например На территорию Где находятся Вот такие Три большие собаки Это чужая Частная территория Поэтому Эта собака Порода Работает Порода этой собаки Работает на Предупреждение Что человек Должен Как говорится Как вывешивают Таблички Стоп Трогать нельзя Там электричество Так азиаты работают Когда и Назар У нас рос Это еще называется Это еще называется Друг играться хочет Да Ложный бурсит Называется Котенок Формируется Это не собака Котенок Котик Формируется такая Подушечка Эта подушечка Она защищает суставы Да Ни в коем случае Подушечку не трогать Не вскрывать Нельзя А вот на этой Позитивной ноте Мы с вами И закончим Хотя есть еще Что рассказать И показать Но задача Выпуска Была уложиться В один час Часовой Воскресный выпуск Друзья Пишите ваше мнение Пишите ваши вопросы Пишите ваши комментарии Следующий выпуск Про дом Снимем весной Когда начнется Строительный сезон Спонсор выпуска Онлайн кинотеатр ОКК Ждет вас В описании Также не забывайте Что я активно Веду телеграм Канала Куда бесконечно Приглашаю вас Подписаться Там всегда есть Что интересненького Посмотреть Далее Вас ждут Новые выпуски Они уже в монтаже Много чего Было снято Поэтому нужно Вливаться в работу Всем вам Успехов И удачи В новом 2024 году До новых встреч Всем пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok